Это программа «Израиль за неделю» в студии Лев Капуль. Добрый вечер. Каждую субботу мы рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. На этой неделе в Израиле отмечали два важных события в жизни страны. День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора и День независимости. В 1950 году было принято решение, что два этих дня будут отмечаться один за другим по еврейскому календарю с вечера. В День памяти дважды звучит сирена и вся страна останавливается, вспоминая 23 928 погибших израильтян. Только в этом году этот список пополнился на еще 43 имени. Вечером на исходе Дня памяти начинаются праздничные мероприятия в честь главного государственного праздника страны Дня независимости. По традиции в этот день принято всей семьей отдыхать на природе. Сотни тысяч израильтян отправляются в леса и парки, устраивают пикники и семейные торжества на открытом воздухе. Календарная близость Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора и Дня независимости призвана служить напоминанием о том, какой тяжелой ценой еврейский народ заплатил за восстановление своего национального суверенитета. Об этих и других темах сегодня в программе «Израиль за неделю». Кто будет править бал? Сможет ли Нитанияу за 18 дней остановить политический кризис и сформировать правительство? И если да, каким оно будет? Взрывная ситуация. Противостояние Израиля с Ираном может перейти в прямое столкновение. Сообщается о попытках похищения израильтян за границей. Секреты тайной службы. Успехи и просчеты. В эксклюзивном интервью телеканалу РТВА бывший глава Муссада рассказывает о специфике работы своего ведомства. Конец виртуальной учебы. С завтрашнего дня учащиеся возвращаются в классы. Закончилась эпоха обучения онлайн. Потерян ли этот год для израильских школьников? Последний партизан. Картина израильских кинематографистов о ветеране Второй мировой войны из Хайфы потрясла всю страну. На прошлой неделе Израиль праздновал 73-ю годовщину основания государства. По традиции в этот день военно-воздушные силы проводят воздушный парад, посмотреть который на пляжи Тель-Авива и центра страны собираются тысячи людей. В этом году воздушный парад прошел под девизом «Израильское братство». В нем впервые за 33 года принял участие концерн авиационной промышленности. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году празднования Дня Независимости прошли гораздо скромнее. Людям было запрещено собираться большими компаниями, так что в этом году веселились вдвойне. А вечером опять же традиционный салют, посмотреть на который собираются целыми семьями. В эти дни Центральное статистическое управление публикует данные об изменениях в стране за прошедший 73-й год существования государства. Жителям Израиля стало 9 млн 328 тысяч, и согласно ежегодному отчету ООН о Международном индексе счастья, в этом году Израиль занимает 12-е место в списке из 149 стран. На формирование коалиции у премьер-министра Израиля Бениамил Нетаньяу остается чуть более двух недель. Удастся ли ему это сделать или страну ждут пятые выборы? Об этом поговорим прямо сейчас с политологом Романом Гуревичем. Роман, здравствуйте. Вечер добрый. Как вы оцениваете шансы нынешнего премьера сформировать коалицию? Это крайне сложная задача, но Натаньягу мастер в решении сложных и практически невероятных задач. В чем главная сложность для Нетаньяу? Для Нетаньягу главная сложность в том, что ему надо в одну повозку впрячь коня и трепетную лань. Потому что та правая коалиция, которая у него может быть, она может существовать на данный момент только при поддержке партии исламистов РАМ. А как мы помним, еще совсем недавно Натаньягу призывал своих сторонников выйти на избирательную участку. Он говорил, арабы автобусами едут на избирательную участку, спасайте Гивал, спасайте страну, спасайте Израиль. И сторонники Натаньягу поднялись тогда, и после восьми часов за два оставшихся часа были очереди на участках, и кардинально изменилась вся ситуация с голосованием, и Натаньягу тогда выиграл. Ну как представители крайних правых партий, такие как Бицарель Смотрич, согласятся сидеть в одной коалиции, даже с поддержкой извне, с депутатом от партии РАМ, исламистом Мансуром Аббасом? Это ведь противоречит сионистским взглядам представителей этих партий? Вы знаете, в израильской политике, на мой взгляд, на сегодняшний день, есть партии крайне слева, на левом политическом фланге. Это партия Мерец, и те, кто ее поддерживает, есть право. Это Бицарель Смотрич, те, кто его поддерживает, Бен Гвир и так далее. Мы не говорим о том, какая идеология нам более симпатична, какая менее, но там, справа и слева, идеология какая-то, вроде бы, как нам кажется, есть. Все, что между этим, там уже давно все смешалось, потому что есть идеология прагматизма, и зачастую люди, которых обвиняют в том, что они левых взглядов, они действовали гораздо более право, нежели люди, которые находятся в правых партиях. То есть, есть партии центра, где люди борются за власть, и говорят в соответствии с конъюнктурой, и делают в соответствии с конъюнктурой то, что, на мой взгляд, выгодно для них в данный момент, чтобы к власти прийти. Например, Гидон Сар, один из противников, ведущих противников Нетаньягу. Выходит из партии Ликут, важно сказать. Выходит из партии Ликут, который прошел жесткую школу Нетаньягу, которому Нетаньягу закрыл все пути в Ликуде и фактически вынудил уйти из Ликуда. Сар ушел, но он ушел не сам. Нетаньягу Ликут же потерял на этих выборах порядка шести мандатов. Все люди, которые проголосовали, как раз за Гидона Сара. За Гидона Сара из этих шести, по моей оценке, где-то три-четыре мандата он унес. То есть, это те самые мандаты, которые ему не дают сформировать сейчас Нетаньягу правительство. И что он будет делать в этой ситуации? Нетаньягу обращается к Сару и говорит, вернись домой. На что Сар, он даже не спрашивал, какие условия. Как говорят, были посланы имя Сара от Нетаньягу к Сару и сказали, что, послушай, Нетаньягу тебя приглашает, ты с ним будешь в ротации, вот он будет первый, а потом, через годик, ты будешь премьер-министром, а Нетаньягу вообще уйдет из политики. Что ответил Сар? Сар ответил, ну, он ответил отказом, так сказать. Но я вам просто хочу напомнить, когда Бенни Ганс и Нетаньягу на прошлых выборах договаривались, Нетаньягу также позвал Бенни Ганса и сказал, что вот иди, значит, я буду первый, ты будешь второй, а гарантом этого всего будет Арье Дерри. Это лидер ультра-ортодоксальной партии ШАС. В общем, для всех, кроме Бенни Ганса, было очевидно, что не будет Ганс премьер-министром. Но ведь такая вероятность все равно все еще существует, теоретически. Мы к этому вернемся, да. Но сейчас мы говорим о Саре и что он ответил посланникам Нетаньягу. Ему сказали, давай, Нетаньягу первое, а потом он даст тебе на ротацию. Сар ответил, как говорят, вы знаете, только при условии, что гарантом выступит Арье Дерри. Он не сказал, что я не хочу менять имена Бенни Ганса, так сказать. Ну, в общем, ответ был вполне однозначен. И тут тот самый редкий случай. Я думаю, что можно положиться на то, что Сар в правительство к Нетаньягу не пойдет. Хотя в любое другое право он пойдет сам и будет рад его создать. Он человек правых взглядов. Но просто он чересчур хорошо знаком с нынешним премьер-министром. Теперь вы говорили о том, что Бенни Ганс может стать премьер-министром. Пока может, потому что когда Нетаньягу после прошлых выборов у Ганса было большинство. Они могли сменить спикера Кнейста, они могли взять под контроль все комиссии Кнейста основные и провести законы, которые полностью изменили бы правила игры. Но Нетаньягу переиграл, сломал Бенни Ганса. И одним из условий, которые у них были договорены, был подписан договор о паритетном правительстве. Первый опять же Нетаньягу, второй Ганс. И при этом этот договор еще в силе. Его еще никто не отменил. И Ганс может стать премьер-министром в ноябре? И 17 ноября, да, Ганс, если не будет создано другое действующее правительство, Ганс может стать премьер-министром. Ганс, которым Нетаньягу делал все, что хотел. Ганс, который отступил от всех своих обещаний. Вот так. Такое может произойти тоже. Кроме всего прочего, Ганс в лагере только не Бибе. Почему мандат получил Нетаньягу, а не этот лагерь? Потому что между собой Гидон Сар посидел. Насколько я думаю, понял, что правительство должен формировать Беннет. Почему? Потому что с ним пойдут и левоцентристы, с ним пойдут и правые партии. Поэтому надо поддержать Беннета. Лапид сказал, нет, я самая большая партия, надо поддержать меня. Когда ему сказали, ну тебя поддержат, ну ты получишь 30, 40 рекомендаций, 50. Но тебе этого не хватит. Мы должны думать о формировании правительства, а не о сборе рекомендаций. Лапид сказал, давайте вы меня порекомендуйте, а потом я вам дам создать правительство, и Беннет будет первый в ротации и так далее. Кончилось это известно чем. Из-за того, что вот вся эта, я не хочу сказать склока, но вся эта вот ссора, так сказать, происходила, мандат получил Нетаньягу. Хотя есть такие предположения, что если бы президент Ревен Ривлин увидел, что у блока противников есть кандидат, который может объединить этот блок и создать правительство, он с большой вероятностью отдал бы этому блоку. Но ко всем этим радостям, Беннетом и Лапидом, есть еще Ганс. Ганс, он очень долго не разговаривал с Лапидом, потому что когда Ганс нарушил все свои предвыборные обещания в прошлый раз и вошел в правительство Нетаньягу, то Лапид и Ганс перестали разговаривать. Они начали разговаривать. Помирились. Ну, я бы не сказал, что помирились. Они начали разговаривать только сейчас, но да помирились там далеко. И сейчас, когда Натаньягу, как говорят, хочет вынести закон, который отменит этот закон о паритетном правительстве, чтобы Ганс не стал в ноябре по-любому премьер-министром, не исключено, что Лапид этот закон может поддержать. Это просто к тому, какое настроение в лагере только не Биби, и что, безусловно, работает на руку премьер-министру Натаньягу и дает ему шанс. Потому что он и сам-то сильный, ему помогать не надо. Но вот ребята своими склоками ему, на мой взгляд, сильно помогают. Но если он не справится, на ваш взгляд, кому следующему поручит президент формирования коалиции? Лапиду? У президента есть несколько опций. Во-первых, он может продлить на более короткий срок мандат на Натаньягу. Я предполагаю, что этого не будет, продления не будет. После этого, если нет продления или если продление закончено, можно дать другому депутату попробовать сформировать или передать этот мандат в КНЕСИД. Не исключено, что Ривлин сразу передаст мандат в КНЕСИД, просто для того, чтобы весь этот цирк закончить. Есть кандидат, который может сформировать стабильное правительство, пусть формирует. Нету, вы хотите опять выборов, вы хотите опять в пятый раз делать то же самое, надеяться на другой результат, тратя миллиарды. Когда в стране, в общем, непростая экономическая ситуация, значит вперед. А будут ли другие результаты в случае пятых выборов? Вы знаете, все меньше и меньше людей ходит голосовать. Причем есть группы, которые ходят голосовать организованно и 100% практически. Там говорят даже мертвые голосуют. Есть группы, которым надоело. Человек должен, он не идет на работу, выходной, так сказать. Ну, он поедет где-то, попьет пиво, поедет шашлык, так сказать. Зачем ему это надо? Если тем более это не влияет ни на что. Поэтому я думаю, что светские люди будут голосовать все меньше и меньше. Это как правые светские, так и левые светские. За Нитани Ау тоже на последних выборах на 8% снизилась явка избирателей? Все правильно. Даже в тех городах на юге Израиля, где традиционно голосуют за него? Другая совсем интересная штука. Потому что у Ликуда есть такая программа, которая позволяет контролировать все, что происходит. Явку твоих сторонников на избирательные участки. Это отдельный интересный разговор. Поговорим. Эта программа у них рухнула почему-то именно в день выборов. Говорят чисто случайно. И это им стоило по разным оценкам несколько мандатов. Потому что способность определить, кто из твоих сторонников находится дома и вытащить их в режиме онлайн, то есть во время голосования. Это очень мощная карта. И я видел, как это работает. Это работает очень сильно и очень эффективно. Но у них эта программа в этот раз рухнула. Вернемся к возможным пятым выборам. Я очень надеюсь, что их не будет. Я очень надеюсь, что их не будет. Потому что сколько можно тратить деньги, непонятно на что. Есть анекдот, с вашего позволения. Как ребята пошли на охоту, увидели медведя, значит, в него выстрелили. Смотрят туда. Вдруг медведь подходит и их бьет. Он говорит, не приходите сюда больше. Они приходят, принесли уже гранаты. Опять же бросили туда, так сказать. Смотрят. Медведь опять сзади вылазит, так сказать, их бьет. И так долго продолжается. Наконец-то они в какой-то момент пришли, притащили небольшую ядерную бомбу, забросили. Там пол леса снесло. Мужики стоят, смотрят. Медведь сзади подходит. Говорит, ребята, вы определитесь вообще. Вы кто? Вы охотники или мазохист? Потому что то, что у нас происходит, пусть политики определятся. Они думают о стране или, так сказать, это клоуны, за которых мы платим. Если политики думают о себе, что делать нам, обычным гражданам, простым избирателям? Нам деваться некуда. Ведь это то, что я хотел сказать. Светские люди... Можно ли изменить систему выборов, чтобы поломать эту ситуацию в корне, чтобы не возвращаться к пятым, к шестым, к седьмым выборам? Я, с вашего позволения, закончу просто ответ, потому что светские избиратели, левый и правый, будут, на мой взгляд, приходить меньше. Есть организованные группы, ультраортодоксы, в том числе, которые как ходили, так и будут ходить массово. И поэтому вот мы видим, что партия Смотрича, она вдруг получила много мандатов. В этой партии есть люди, ну, крайне резких взглядов, которые, ну, вызывают шок у многих людей в современном мире. Да, так сказать, они есть, они прошли в Кнессет, тот же Бенгвир, который впервые попал в Кнессет, там, та же партия НОМ, которая у них на шестом месте. Они будут усиливаться при таком подходе. Ультраортодоксы будут усиливаться при таком подходе. Силы светских будут ослабевать, потому что их избиратели не будут ходить, потому что они ни на что не влияют. Зачем мы те? Люди не пойдут лишний раз. Вот так. Роман Гуревич, спасибо вам за ваш комментарий к нашей программе. Спасибо вам большое. В День памяти павших и в День независимости мы встретились с бывшим главой службы внешней разведки МОСАД, бывшим бойцом спецназа генерального штаба израильской армии, генералом запаса Дани Етомом. Дани участвовал практически во всех войнах, которые вел Израиль. Принимал участие в секретных операциях спецназа. Сам планировал и осуществлял подобные операции. Генерал запаса Дани Етом, здравствуйте. День памяти павших и День независимости. Что эти даты значат лично для вас? День памяти – это день траура. День, когда я вспоминаю всех своих друзей. Тех, под чьим началом я служил, и тех, кто служил под моим началом. Тех, кто погиб в боях с врагами и в войне с террором. А ведь государство Израиль воюет по сей день, чтобы обеспечить наше существование. Мое поколение воевало в трех важнейших войнах. Шестидневной войне, войне судного дня и Первой Ливанской войне. Мы – народ, который обожжен войной и тем, что эти войны бесконечны. Мы окружены врагами, которые до сих пор лелеют надежду нас уничтожить. Самая тяжелая война, в которой я участвовал, – это война судного дня. Прежде всего, из-за внезапности нападения. Я тогда служил заместителем командира танкового батальона на Синайском полуострове. Египетские самолеты неожиданно нас атаковали. Было 11 убитых и свыше 20 раненых. И мы тут же выступили танковой колонной к Суэцкому каналу. Кроме стратегической внезапности, была и тактическая. Уже в первую ночь мы встретились с египетскими силами, которые форсировали канал и вышли на его восточный берег. А мы не были готовы бороться с противотанковыми ракетами. Это были сагеры. А они были очень эффективны и сожгли очень много танков. Привели к большим потерям. Это день, когда вся страна в трауре. И в этот день у меня болит душа по тем, кто пал в сражениях. Как солдат, как командир, как глава Массада вы принимали участие во многих спецоперациях вместе с другими знаменитыми бойцами. Какая операция запомнилась вам больше всего? Таких было очень много. И я, наверное, коснусь всего двух-трех, которые мне запомнились больше всего. Одно из них — это освобождение заложников из самолета авиакомпании «Сабена» в 1972 году. Самолет, совершавший рейс по маршруту «Брюссель-Тель-Авив», был захвачен четырьмя террористами — двумя мужчинами и двумя женщинами из организации «Черный сентябрь». В лайнере находились сто заложников, которых пришлось освобождать при свете дня. Это было очень опасно, поскольку террористы, сидящие в кабине пилотов, могли увидеть нас с большого расстояния. Поэтому мы переоделись в костюмы техперсонала, спрятали оружие в карманы и проникли в самолет. Далее в течение 90 секунд уничтожили двух мужчин-террористов и обезвредили женщин, на теле которых находились пояса со взрывчаткой. И если бы они смогли привести ее в действие, мы бы уже давно были на небесах. Вторая война судного дня, во время которой мы ежедневно вели бои — с утра до вечера и с вечера до утра. Каждый из нас — командиры танков, сержанты, рядовые — вели свою войну. Иногда в одиночку, иногда один танк против большого количества танков и пехоты противника. Воспоминания об этом находятся настолько глубоко внутри каждого из нас, что неважно, где он воевал — на Голландских высотах или на Синайском полуострове. Об этом невозможно забыть. И у каждого из нас те страшные дни оставили шрамы на теле и в душе. Я с болью вспоминаю телефонный разговор с Иудом Бараком, который сказал, что Йони Нитаньягу, брат нынешнего премьера, погиб в ходе операции по освобождению заложников в Энтебе, в Уганде. Я бы хотел, чтобы вы рассказали нам о Моссаде, о вашей работе в качестве его руководителя и сравнили период работы службы внешней разведки тогда и сегодня. Есть ли разница между Моссадом, прошлым и нынешним? С радостью отвечу. Да, конечно. Современный Моссад — организация, которая на протяжении многих лет практически каждый день движется вперед. И я с удовольствием констатирую, что сегодня он гораздо лучше, чем тот Моссад, которым я руководил. И это прекрасно. Ведь если бы мы все время не улучшали нашу работу, то не смогли бы ничего достичь. На ваш взгляд, от кого исходит наибольшая опасность для современного Израиля? Сегодня ситуация гораздо лучше, чем была во время создания государства, когда здесь жили всего 600 тысяч евреев. 6 тысяч из них, 1%, погибли в ходе войны за освобождение. С тех пор мы ведем многие войны, потому что наши враги, арабские страны, не оставляют надежды на наше уничтожение. Они хотят изгнать нас отсюда, сбросить в море. И мы раз за разом доказываем, что сделать им это не удастся. И даже когда нападение внезапно, как это было в войну судного дня, мы в конце концов побеждаем. Поэтому сегодня есть арабские страны, которые признают государство Израиль, чего не было долгие годы. До мира с Египтом, до 70-х годов, ни одна арабская страна нас не признавала. Потом, долгое время, Египет был единственной страной, заключившей с нами мир. После чего нас признала и подписала с нами мирный договор второе государство, Иордания. Сегодня мы гораздо сильнее. Правда, и наши враги развиваются, у них тоже есть прогресс. Они также намного сильнее, чем были когда-то. Однако с удовольствием отмечу качественный разрыв между нами и нашими противниками. Так что любое открытое столкновение заканчивается пока что в нашу пользу. Самая главная опасность – это Иран, который представляет стратегическую угрозу Израилю. Раз уж мы коснулись этой темы, как вы оцениваете то, что произошло несколько дней назад на заводе по обогащению урана в Наттанзе? Прежде всего, что я бы сказал, это не нужно расценивать как признание факта то, что за этим инцидентом стоит Израиль. Израиль не взял на себя ответственность, и меня крайне беспокоят утечки информации. Это наносит огромный вред нашей способности действовать в дальнейшем. Кроме того, если кто-то утверждает, что это дело рук Израиля, то иранцам потом будет гораздо легче реагировать на это, мстить, потому что весь мир говорит о том, что диверсию совершил именно Израиль. Это буквально обязывает их мстить, а мы вовсе не хотим обострения. Я не знаю, кто это сделал, но он проявил очень высокую способность к сбору информации и очень высокую оперативную подготовку. Также очень высокую технологическую подготовку. Время, выбранное для операции, я очень надеюсь, было выбрано не случайно. Еще раз, если допустить, что Нью-Йорк Таймс выдали точную информацию, и государство Израиль действительно стоит за этим, то я надеюсь, что это было сделано не из политических соображений. Вы упомянули утечку информации. Как такое может быть, чтобы из самого секретного кабинета, военно-политического, шла подобная утечка? Как это попало в Нью-Йорк Таймс? Может быть, это было сделано намеренно? Как вы думаете, исходя из вашего опыта? Я подчеркиваю вновь и вновь. Если информация верна, то это далеко не первая утечка. Иногда подобные утечки происходят намеренно. Для них есть существующие причины. Но в большинстве случаев это сделано непреднамеренно. Утечки происходят не для того, чтобы сообщить президенту США о те или иные сведения. Он получает информацию по другим каналам. Я лично думаю, что за утечками стоит бахвальство и хвастовство. С точки зрения высокопоставленного военного, который дважды служил в канцелярии главы правительства Ицхака Рабина, да будет благословенна его память, и Уида Барака, все объяснения о пользе таких утечек абсолютно беспочвены. Им нет никакого оправдания. Это необходимо прекратить. То есть, когда Нитанияу в свое время выступил и рассказал, что Израиль похитил из иранского архива тонны документов, касающихся ядерной программы... Это было совершенно лишним. Этого не нужно было делать. Это ставит под угрозу работу спецагентов. Это делается исключительно из бахвальства. Это была уникальная спецоперация Моссада. Премьер-министру нашей страны, Бениамину Нитанияу, не нужно было тогда рассказывать о ней, да еще и демонстрировать на весь мир документы из этого архива. Немного скромности нам не помешает. Благодарю вас за интервью. Всего доброго. Вы смотрите «Израиль за неделю». Самым обсуждаемым в Израиле событием прошедшей недели стал инцидент на заводе по обогащению урана в Натанзе, в Иране. Иранские власти первоначально пытались скрыть размеры аварии, уверяя, что произошел всего лишь навсего сбой в подаче электроэнергии. Однако, по мнению экспертов из разных стран, взрыв в Натанзе парализовал обогащение урана на объекте и приостановил реализацию иранской ядерной программы как минимум на 9 месяцев. О том, как развивались события, в нашем следующем материале. На одном из основных предприятий иранской ядерной программы в заводе по обогащению урана в Натанзе произошел серьезный сбой в работе. По сообщениям СМИ, в одном из производственных помещений произошел взрыв. Предполагается, что взрывное устройство было доставлено на завод, причем, по некоторым сведениям, несколькими годами ранее. А затем заряд был приведен в действие дистанционно. О масштабах разрушений можно судить потому, что пресс-секретарь организации патомной энергии Ирана Бихрус Камалванди сломал обе ноги и повредил голову во время посещения завода. Часть обломков алюминия упала в люк, крышка которого была открыта. Я внезапно почувствовал, что у меня под ногами ничего нет. Иранские власти объявили инцидент терактом, обвинив его организации Израиль. Иерусалим никак не комментирует случившееся. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки отрицает причастность США к данному инциденту. Мы, конечно, видели отчеты об инциденте на заводе в Натанзе. США не имеют к этому никакого отношения. Нам нечего добавить к предположениям о причинах или последствиях этого события. Мы в данный момент сосредоточились на переговорах, которые продолжаются в Вене, на дипломатических обсуждениях, которые, как мы ожидаем, будут сложными и долгими. Никак не комментировал происшествия и министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе своего визита в Израиль, где он встречался с премьер-министром страны Бенемином Нитаньягу и своим коллегой Бенни Гансом. Иран продолжает поддерживать террор на всех пяти континентах. Иран никогда не откажется от производства ядерного оружия и средств его доставки. Иран постоянно, постоянно призывает к уничтожению Израиля. Моя позиция как премьер-министра Израиля предельно ясна. Я никогда не допущу, чтобы Иран получил ядерное оружие для уничтожения Израиля. Сразу же после взрыва в Натанзе служба общей безопасности Израиля рассказала о попытке иранских спецслужб похитить израильских граждан за границей. Их попытались заманить в другие страны при помощи фальшивых аккаунтов в соцсетях. Девушки, за которыми стояли иранские кураторы, которые якобы от их имени выходили на связь с израильтянами и договаривались с ними о встрече за границей, соблазняя их выгодными бизнес-предложениями или романтическими знакомствами. Несмотря на растущую напряженность, израильские специалисты по вопросам безопасности считают, что открытого противостояния не будет. Если Израиль действительно стоит за инцидентом в Натанзе, то это сигнал Ирану не пытаться нанести ущерб интересам Израиля в регионе, потому что это может обойтись Ирану очень дорого. О возможных последствиях обострения взаимоотношений между Израилем и Ираном мы поговорим сейчас с доктором Владимиром Миссамедом, иранистом из Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Противостояние между Израилем и Ираном длится уже более 40 лет. А чем грозит Израилю этот новый виток этого противостояния? Ну, я не думаю вообще, что это новый виток эскалации. Дело в том, что то, что случилось на станции на цехе по переработке, по обогащению урана в Натанзи, этот акт, собственно говоря, он является действительно таким заметным, тем более, что его в Иране назвали террористическим актом, назвали актом терроризма. Но в любом случае, он как бы является одним из тех актов, которые Израиль производит уже давно, и они достаточно многочисленны. Премьер-министр Бениамин Натанияу на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином сказал, что сделает все, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Получится ли достичь этого мирным путем? Происходит определенная игра нервов, потому что эти атаки, которые производит Израиль, они достаточно многочисленны. Посмотрите, если мы возьмем даже последний год, это ликвидация Мухсена Фахризаде, собственно говоря, отца иранской атомной бомбы. Кроме того, я уже сказал о теракте, который был год назад. Приплюсуем сюда убийство генерала Косема Солеймани, приплюсуем убийство иранских ученых-ядерщиков и так далее. Конечно, не везде это можно видеть след Израиля, Израиль никогда не берет ответственность, но в любом случае сторонам понятно, кто здесь действует и чего можно ждать. Удар по ядерному объекту в Натанзе произошел как раз во время переговоров в Вене, где при посредничестве европейских стран США пытаются вернуться к соглашению с Ираном, из которого Трамп вышел в 2018 году. На ваш взгляд, эти события как-то связаны? Взрыв Натанзе, он в определенной мере меняет расстановку сил и он в определенной мере уже произвел определенное такое брожение среди двух флангов иранской политики. То есть вы знаете, что в Иране сейчас на политической сцене действует два фланга – это реформисты и фундаменталисты-консерваторы. И вот теперь, после того, что случилось в Натанзе, собственно говоря, прошла определенная дифференциация. То есть иранские реформисты в лице президента Рухани, в лице министра иностранных дел Зарифа, которые принимают, в принципе, достаточно жесткую политику, но они недаром говорят о том, что здесь виноват Израиль. Тем самым они хотят дать понять, что необходимо ускорить переговорный процесс, потому что Израиль как бы этому переговорному процессу вредит, но, в принципе, если переговорный процесс пойдет, то вряд ли Израиль сможет ему помешать. С другой стороны, иранские фундаменталисты, в лице духовного лидера страны Айтулы Хамынеи, Али Хамынеи, и в лице всех сплотившихся около него силовиков, они говорят, что в последнем акте заметна рука не только Израиля, но и Соединенных Штатов. А раз Соединенные Штаты поощряют такие теракты во время переговорного процесса, который с 14 апреля возобновляется, то нет смысла в этом процессе. Тем более, что стороны не могут найти взаимопонимание. Скажите, а насколько политика новой администрации США помогает или мешает Израилю в противостоянии с Ираном? Иран требует, чтобы все санкции были немедленно сняты, а Америка говорит, что нужно действовать поступенчато, нужно действовать как бы степ-бай-степ, шаг за шагом, и должен пример показать Иран, который должен показать, во-первых, должен пойти на изменение своей политики в деле выхода из СВПД, потому что в последнее время ветеранцы ведут себя достаточно нагло, они постепенно шаг за шагом выходят как раз из Иранской Атомной из программы СВПД, и они, в частности, во-первых, совершили в последнее время несколько очень важных шагов по выходу. Во-первых, они начали применять центрифуги нового поколения, что категорически запрещено договором СВПД от июля 2015 года, во-вторых, они подняли порог обогащения, причем они поднимают порог обогащения сейчас постепенно и неуклонно. Смотрите, вначале им разрешено было 3,67%, потом они перешли на 5%, сейчас они обогащают до 20%, что строжайше запрещено, используя при этом центрифуги нового поколения, и объявили уже о том, что они переходят на 60%, то есть недалеко осталось, зачем нужен такой запас урана, непонятно, он как бы не стыкуется с мирными направлениями Иранской Атомной Программы. Поэтому ситуация вышла на достаточно напряженный уровень, и, наверное, то, как на этой неделе будут себя вести переговорчики, покажет, как же действительно будет развиваться взаимодействие, и действительно ли будет какой-то горячий этап, что ли, такого конфликта между Ираном и Израилем. Я думаю, что ни та, ни другая страна не заинтересованы. Израиль не хотел бы, конечно, горячей фазы. Мы всегда заявляли, что если будет горячая фаза, то она возможна только тогда, когда будут использованы все возможности. Видимо, еще не все возможности использованы. С другой стороны, иранцы тоже боятся сейчас реализовать горячую фазу, реализовать обострение обстановки, потому что они находятся в очень серьезном положении экономическом и политическом. Они никак не выходят из политического и экономического тупика. Поэтому я думаю, что обе стороны постараются уменьшить свои амбиции, снизить порог вот такой ярой конфронтации. И тогда можно, может быть, будет говорить действительно о продвижении по пути мирного развития. Но в этом плане должны воверх Соединенные Штаты реально посмотреть, что они могут сделать, и могут ли они действительно выйти на изменение этого договора, изменение договора СВПД, который, как хотят американцы, как хотят европейцы, должен дополниться частью ракетной и частью по правам человека. И только тогда можно будет говорить о реальном продвижении, продвижении к тому соглашению, которое более или менее устроит Запад и устроит Израиль. Доктор Владимир Мисамед, я благодарю вас за комментарии к нашей программе. К другим темам. Израиль стал первой страной в мире, которая получила коллективный иммунитет от короны. Вернулись к работе рестораны, кафе, театры, концертные площадки, и только дети долгое время не могли вернуться к учебе. Целый год из-за пандемии обучение преимущественно проходило в режиме онлайн. Ученики сидели у экранов компьютеров, а в школу ходили 2-3 раза в неделю. И вот с завтрашнего дня они возвращаются в свои классы. От учебного года осталось всего лишь 2,5 месяца. Смогут ли они учиться в полном объеме и не потерян ли этот год? Эти темы мы обсудим сейчас с директором школы АТИДИМ Марком Баботом. Марк, добрый вечер. Добрый вечер вам, Лев. И всем телезрителям. Как вы восприняли решение Министерства здравоохранения о том, что школы наконец-то открываются в полном объеме? Ну, вы знаете, я воспринял это с облегчением, с одной стороны, но только потому, что я могу делать то, что я делал до запрета или до отмены запреты, не подпольно, а уже как бы официально. Вы хотите сказать, что в то время, когда все школы были закрыты, в вашей школе проходили занятия? В моей школе проходили занятия по некоторым параграфам тех разрешений, которые были даны. Допустим, были даны разрешения для молодежи с проблемами, были даны разрешения для алимов новых эмигрантов, были даны разрешения для 11-12 классов, были даны разрешения для отдельных бесед с учениками. Это все как бы расширяет те критерии, которые может директор задействовать. Это, к сожалению, вся система образования в Израиле лежит на плечах директоров. Я представляю очень многих директоров, и это не обязательно есть какой-то шаблон для действия. Одна школа действует так, другая по-другому. Скажите, насколько сложно и детям, и учителям будет сейчас возвращаться к полноценному обучению? Я хочу сказать, что я бывший командир бригады, я много лет прослужил в армии, я никогда не делал такой трудной должности, как директор гимназии, у меня тысяча учеников, она считается небольшой гимназией. А с этим годом, или полутора года пандемии, это вообще за этот год учителя работали тяжелее, гораздо тяжелее, чем всегда. А какие настроения у детей? Им сложно будет вернуться в психологическом плане к обучению в полном объеме? Давайте спросим, будет ли легко учителям возвратиться, потому что тоже все привыкли к работе на компьютерах, гибкий график. Допустим, мать, у которой маленькие дети, она начинает свой рабочий день в 7 часов вечера и продолжает до 12, то есть для нее это легче и удобнее. То есть проблемы возвращения не только учеников, психологический аспект огромный, потому что многие ученики, во-первых, поднялись требования к психологам, к социальным работникам, к тем советникам, которые находятся в школе, которые занимаются психопедагогией. Проблема учителей мы возвращаем. Да, они понимают эту работу, а ученики, которые привыкли, между прочим, не учиться, как их возвратить? И тем более, что многие из них, особенно в моей школе, они вдруг стали главными добытчиками дома, если можно так выразиться. То есть они работают посланниками в пицце или посланниками других магазинов, которые продолжали работать. Родители... Помогают своим семьям материально в этот непростой год. Родители сидят на безработице, в лучшем случае, а многие вообще оставили работу. И единственные деньги, которые заходят в семью, это деньги, которые ребята приносят домой. Как их заставить приходить в школу, когда квартирная плата на их плечах? И что делать в такой ситуации? Мы помогаем как можем. Социальные службы должны помочь. Мы помогаем как можем. Мы включаем социальных работников. Это решение не может быть только школьное. Скажите, с какими сложностями придется столкнуться ученикам, которые сейчас возвращаются на учебу? И вообще весь этот год, он потерян или нет? Как говорят китайцы, это не только кризис этой возможности. Сегодня у каждого ученика, я говорю это абсолютно ответственно, есть компьютер, лэптоп дома. То, что не было. У него есть интернет. У него есть возможности делать не только обучение, но и учиться дома. Мы отменили бумажные книги. Мы перешли все на компьютерные системы. То есть сегодня израильское обучение становится, я сказал бы, в ряду тех систем образования, которые есть в мире, Сингапур, та же Венгрия, Финляндия и другие, с точки зрения оснащения технологии. Мы очень поднялись в этом. Тем более, что учителя поняли, что можно сегодня делать гибридное обучение, не только фронтальное в классах, можно вывести учеников в парк, можно дать им возможности гораздо более широкие обучения, чем потерянный ли это год с точки зрения материала. Этот год не потерян. Ну а те школьники, которые будут сдавать экзамены на аттестат зрелости в этом году, будет ли им сделана какая-то скидка с учетом вот этого года коронавируса? Не только будет сделана скидка, но и будет дана большая автономия директорам, чтобы контрольные были не только внешние, то есть государственные, но и внутренние школьные. Надо верить директорам, надо верить учителям, потому что до сегодняшнего дня, до короны, Министерство образования абсолютно не верило в учителей и в директоров, которые практически ведут саму территорию, ведут саму работу на местах. И именно когда система не работает, и израильская система, я говорю, как система, не работала, ни образование, ни здравоохранение не работает, то люди на местах спасают ситуацию. Это часто бывает в многих странах, когда система бюрократическая не работает, не может себя воспроизвести быстро к изменениям, пишет приказы, которые не имеют никакого общего с ситуацией. Я хочу сказать, я посчитал, сколько листов, до нашего интервью я посчитал, сколько листов за полтора года мне прислали приказы в Министерство образования. Тысячу сто пятьдесят четыре листа. Кто может, у кого есть достаточно времени в жизни прочитать все это? Тем более, что один параграф противоречит другому. По сравнению со школьниками из других стран, израильские подростки сильно отстают? Я вам хочу сказать, что это самая главная проблема, про которую я говорю в Израиле. Расстановка приоритета в Израиле, она вообще страшная. Почему? Потому что я связан со многими странами в мире, с Литвой, с Бельгией, с Голландией, с Германией. Я говорю, у нас связи между учителями и директорами. Израильские школы были закрыты больше всего времени за это время. Хотя, как бы, ситуация в Израиле, с точки зрения медицинской, она лучше, чем в других странах. Возможно, потому что школы были закрыты частично и поэтому тоже. Вы знаете, я не хочу в это входить, но говорят специалисты, их очень много. Во всяком случае, есть большая дискуссия между Министерством образования и здравоохранения, что школы должны были открыты гораздо раньше. Но это показывает только расстановку приоритетов школ. Это же не единственная проблема. У меня, вы знаете, к августу, когда мы набираем последних учителей, единственные два критерия для принятия учителя в школу, это пульс и израильский ту-да-дзеут или паспорт. А вакцинация? Прошел ли учитель вакцинацию? Я не могу требовать от него вакцинацию, хотя в моей школе. Это снова, это пример директора. У меня в школе 95-96% вакцината учителей и учеников. Те, которые не вакцинировались, вы их не увольняете? Нет, конечно. Я не имею права, я не хочу, потому что есть люди, у меня есть два учителя с почками пересаженными. Им нельзя делать вакцинацию, что я их должен увольнять. Или инвалиды, или другие, которые не могут вакцинироваться. Поэтому я думаю, что злостных отрицателей короны у меня нету. Таких, которые просто не хотят, допустим, злостно. Есть люди, которые имеют какие-то свои разрешения, которым нельзя вакцинировать. Допустим, тяжелая астма. Он не может вакцинироваться, он не может одевать маску. Мы все равно продолжаем работать, и мы понимаем, и мы делаем такое расписание, которое может дать ответ всем. Хорошо, хочу пожелать вам удачи и в добрый час. Марк Бобот, директор школы АТИДИМ, спасибо за ваше интервью. Спасибо вам и удачи всем ученикам и вообще всем государствам мира для выхода из этой пандемии. Вы смотрите «Израиль за неделю». На прошлой неделе на первом израильском телеканале КАН состоялась премьера фильма «Беренштейн. Последний партизан». На необычное кино по жанру и по содержанию обратили внимание практически все израильские средства массовой информации. Все дело в главном герое фильма, пожилом ветеране Второй мировой войны Леониде Беренштейне, скромном жителе Хайфы, который оказался настоящим героем, евреем, действовавшим в тылу врага на территории Польши. Именно ему, лейтенанту Беренштейну, было поручено уничтожить завод по производству ракет Фау-2, о чем Сталина лично просил Черчилль. У нас в студии автора этого фильма режиссер Роман Шумунов и сценарист Симон Шехтер. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, чем вас заинтересовала эта история и как пришла идея сделать такое кино? Ну, все началось еще в 2013 году, когда мы собирали материалы для музея еврейских воинов во Второй мировой войне, который строится уже довольно долго в Латруне. Это между Тель-Авивом и Русалимом. И мы брали интервью у большого количества ветеран. И надо сказать, что когда мы вышли из квартиры Леонида Ефимовича, мы поняли, что здесь живет совсем другого уровня человек. Его героизм, те вещи, которые он сделал во время войны, его человечность, его вклад в эту войну, он действительно уникальный. И тогда мы поняли, что здесь есть история, которую стоит рассказать всем. На каждого немца чувствую, что я что-то сделал, сохранил людей. На каждый эшелон, который двигался к фронту или с фронта, я получал удовольствие, когда я его взорвал. Роман, как режиссер, скажите, каким образом вы планировали снять такое масштабное кино? Жанр вообще называется докудрама. То есть это совмещение документального жанра и художественного. Но мы сделали нечто новое. Можно сказать, что это прорыв в израильском кинематографе точно. Такого никогда не было. Возможно, в мировом тоже. То есть мы совместили два этого жанра, когда они переплетаются друг с другом. Это не просто реконструкция обобщенная каких-то сцен, каких-то вещей. А мы именно погружаемся вместе с героями в ихние чувства, в ихние проблемы, в ихние дилеммы. У меня не было случаях грабежа, расстрела. Не было. Я знаю, что я могу стрелять за это. Что грабить нельзя. Насиловать нельзя. Мы защитники Красной Армии. А если он это делает, он должен отвечать. Скажите, чем вас, как режиссера, зацепила история главного героя? Где вы искали актеров и где проходили съемки? Съемки проходили в округе Киева, в Украине. Актеров мы искали тоже местных. Потому что мы очень старались, чтобы в нашем фильме было все очень аутентично. То есть люди, которые должны были играть, должны были играть не с израильским акцентом, соответственно, с славянской внешностью. То есть все то, как было ровно 75 лет назад, мы пытались этого создать полностью вот так вот. Мы часто чувствовали себя во время военных действий. То есть было очень сложно, когда мы снимали в лесах. Это не съемки где-нибудь в квартире или в студиях. То есть мы лежали далеко от города, где нету никаких условий. И мы снимали там в минус 20 и в плюс 30. И абсолютно как бы без никаких условий чувствовали себя тоже партизанами. Скажите, а для кого это кино? Для израильского зрителя? Или важно, чтобы этот фильм посмотрели люди во всем мире? И если важно, то почему? Во-первых, действительно, для Израиля этот фильм очень важен. Я считаю, что он даже крайне важен. Во Второй мировой войне воевали полмиллиона евреев. Их вклад в эту войну был очень большой. Из них 200 тысяч не вернулись с фронта. Боже, стоп! И здесь, в израильской истории, их место, к сожалению, не было достаточно подчеркнуто. Их история не была рассказана. Их наследие не передается. До сих пор можно сказать, что оно не передается будущим поколениям. А ведь мы обязаны, наше государство, Израиль, оно обязано не только воинам войны за независимость. Мы еще обязаны нашу страну тем людям, которые выиграли Вторую мировую. Всем занять позиции! Приготовить оружие! К бою! Скажите, какова дальнейшая судьба фильма? Мы будем стараться как можно больше продвигать этот фильм, потому что мы верим, что у него есть большой потенциал на мировом уровне, в фестивале. Хотим, чтобы его увидело как можно больше людей. И поэтому мы, конечно, приложим все усилия, чтобы он пришел и в страны СНГ, и также в Европу, Америку. Этот фильм посмотрела вся страна. Вы, наверное, получили уже какие-то отзывы. Какие реакции были? Для меня лично самый лучший комплимент, это когда я просто слышу людей на улицах, которые разговаривают про фильм, они не знают, кто я и что я. Вот недавно был случай, я приехал в гараж со своей машиной, загорелась какая-то лампочка на следующий день после показа. И там абсолютно простые люди, которые тоже приехали, рабочие, и они с таким воодушевлением разговаривали про этот фильм. Я стоял в очереди, и там люди просто обсуждали этот фильм. И для меня это было очень приятно. То есть намного более, чем кинокритики. Этот фильм прошел до простого человека. Дошел до простого человека. Дошел до простого человека, который каким-то образом повлиял на него, воздействовал настолько, что на следующий день продолжал думать о нем. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю удачи вам и вашему фильму. Спасибо. На сегодня это все. О событиях новой недели мы расскажем вам уже в следующую субботу. Будьте здоровы, оставайтесь на телеканале RTVI. И всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова